Всем приветствуем в мистере. Какое секретное оружие применил Советский Союз против китайцев на Даманском? В марте 1969 года китайские войска, скопившиеся на острове Даманский, получили жесткий и ошеломляющий удар от советской стороны. Удар был столь беспощаден, что в следующие лет 30 ходила масса слухов, что применение в Советском Союзе какого-то невиданного оружия от лучей смерти до ядерных зарядов. Реальность оказалась проще. Термобарические снаряды. По тем временам невыданной прогрессивности и мощности неядерный боеприпас. Прежде чем перейти непосредственно к теме, стоит затронуть причины и ход конфликта. Китайское руководство к концу 60-х годов XX века окончательно вышло из арабатора КПСС и прогласило собственный путь в социализме, естественно, более правильно, чем ревизионистский советский. Проснулись и территориальные аппетиты. Китай стал претендовать на 3 миллиона квадратных километров территории Советского Союза, в которые попал и остров Даманский. Этот клочок суши 0,74 квадратных километра во времена паводка на реке Усуде остров целиком скрывается под водой. Сначала Китай запускал на остров провокаторов, вооруженных только цитатниками МАО, которые действовали на нейросоветским пограничникам. Провокаторов разгоняли бронетраспортерами, не открывая огонь. Затем последовало нападение китайцев из засады на пограничников, прибывших на остров в ходе боя, были убиты десятки советских солдат. Китайцы начали наводнять остров и прилегающие территории войсками, включая танки и артиллерию. Конфликт длился две недели, потом в советской стране обрушился огонь с неба, уничтоживший в кратчайшую суть всю гостровку. Огонь с неба – это вовсе не метафора. Китайцев расстреляли термобарическими снарядами с использованием реактивных систем залпового огня «Град», принятых на вооружение советской армии в 1963 году. Это был боевой дебют и весьма впечатляющий. Мир узнал о термобарических зарядах, прозванных «вакуумной бомбой» в 80-е годы во время войны в Ливане, где такой заряд применяли в городских условиях. Впоследствии были ошеломляющими. Разрушены десятки зданий, а территория буквально представляла выжженную пустыню. В Советском Союзе кратый изобрел тульский конструктор оружения Геннадий Денешкин. Он ушел из жизни весной 2016 года. Сам принцип использования реактивных снарядов для залпового огня был впервые применен еще на легендарной «Катюшу» во время Великой Отечественной войны. Но вот снаряды изменились. Было предложено использовать термобарические эффекты, а не просто подрыв определенного количества взрывчатки. Так был гораздо эффективнее. Термобарический заряд имеет довольно сложное строение. Центральный разрывной заряд ЦРЗ выполнен из обычного взрывчатого вещества с высокой скоростью детонации, вокруг которого находится термобарическая смесь, представляющая собой конденсированное взрывчатое вещество с высоким содержанием металлического горючего. Взрыв термобарического боеприпаса состоит из трех стадий. Подрыв ЦРЗ, дающий детонационную волну, которая подрывает термобарическую смесь, что дает взрыв и горение. Все происходит в мгновение, создавая огненный шар с зоной высокого давления в эпицентре, для которого не являются препятствием зданию, укрытии или складке местности. Термобарический взрыв поражает со стопроцентной эффективностью живую силу и технику. Воздействие термобарического взрыва не зависит от погоды, например, ветра или дождя.